Школьное питание Дневную температуру ниже плюс 40 термометр здесь не показывал давно Летний зной приводит к частым засухам, а потому вода здесь главное богатство Ее берегут как могут В начальной школе Минчинар, одноименного села Кадамжайского района Баткенской области Построили водосборник, чтобы собирать воду из рыка, отстаивать, а затем подавать в школьную столовую К приезду оборудования все должно быть готово Обеденный зал в школе был Дети здесь ели булочки с чаем Чтобы подавать горячее питание, пришлось отдать одно классное помещение под кухню и склад Провести ремонт, подвести электричество и воду Местное самоуправление на эти цели выделило 510 тысяч сомов Приезд оборудования, а это 22 наименования плит, духовок, стеллажей, моечных ванн и многого другого важное событие Весь коллектив школы, включая директора, несмотря на каникулы в школе Оборудование монтируют и устанавливают сразу же Ученики, которые живут по соседству, заглядывают в окна Интересно Монтаж закончен Поварам не терпится посмотреть новое оборудование в деле Поставленный для проверки на плиту, чайник закипает тут же В школе, рассчитанной на 100 учеников, сегодня учатся 274 Теперь все они будут охвачены горячим питанием Сентябрь принес с собой долгожданную прохладу Учиться в такую погоду одно удовольствие Особенно если знать, что через несколько минут тебя ждет горячий обед Мы не знали, что через несколько минут тебя ждет горячий обед Добавил субтитры DimaTorzok Если мы будем делать это, то мы будем делать это. Махаба Турмонова прошла специализированные тренинги для школьных поваров и кухонных работников. Полученные знания она применяет, чтобы готовить блюда согласно новым моделям школьного питания. Сегодня вторник, а значит подают плов. Салат к нему готовят на новой овощерезке. К приходу детей сервируют стол, накладывают еду и разливают компот. До звонка остались считанные минуты. А это школа в селе Достук Кадамжайского района Баткенской области. Рассчитана на 275 учеников. Но сейчас в ней учатся 403 школьника. В подготовительных классах еще 50 детишек. Мест катастрофически не хватает. К тому же один из классов используется в качестве столовой. Мест катастрофически не хватает. Новый пищеблок – плод трехлетних стараний директора школы. Строить его начали год назад. Возвели стены, уложили кровлю, оштукатурили, зацементировали дорожку, которая ведет к столовой. Больше половины расходов на стройматериалы и выполнение работ взяло на себя местное сообщество. Возвели стены, уложили кровь. Чтобы установить здесь новое оборудование от Всемирной продовольственной программы, нужно было протянуть электропроводку, подвезти воду и установить сантехнику. Эту часть работы выполнил технический персонал школы. И вот, наконец, долгожданный день. Три года ожидания и год постройки позади. Оборудование прибывает в срок. Все нужное для кухни и посуда. Осталось все смонтировать и расставить по местам. Эта школа входит в наш пилот «Десятый поток». В Хадамджайском районе у нас всего 40 школ, которых мы включили с 2013 года. Оборудование отвечает международным стандартам. У нас партнеры, есть институт отраслевого питания, который находится в городе Москва. Наши основные партнеры. Они провели техническую оценку и также рекомендуют оборудование. По их рекомендациям выполняется вся работа. И ремонтная работа, и установка оборудования. В помещении, где раньше была столовая, сейчас идет урок музыки. Поют про ежевику. Вкусный и полезный символ лета. Сразу после урока детишки побегут на улицу, в новую столовую. Здесь, к приходу детей, почти все готово. Свежие булочки прямо из духовки отправляются на стол. Разливают чай, накладывают еду. А дети уже выстроились у входа аккуратными рядами. Еще одна обязательная процедура – помыть руки. Всемирная продовольственная программа ООН работает в Кыргызстане с 2008 года. За это время разработанная программой «Модель горячего питания» постепенно внедряется по всей стране. С 2013 года организация помогла внедрить горячее питание в более чем 800 школах. Сейчас в этих школах ученикам младших классов ежедневно дают горячее блюдо, свежую выпечку и компот. Всемирная продовольственная программа предоставляет обогащенную муку для школьных столовых, наряду с техническим оснащением и тренингами для школьных поваров.